видео подготовлено сайтом онлайн gdz . нет геометрия 10 11 класс от анасян задание 522 диагонали севого сечения цилиндра равна 48 сантиметрам угол между этой диагональю образующий цилиндр равен 60 сантиметрам запишем дано нам дан цилиндр цилиндр и его радиус и высота пока неизвестны а известный диагональ осевого сечения тогда давайте это сечение изобразим вот ось цилиндра о 1 осевое сечение вот она проходит вот так и обозначим его abcd и запишем что abcd это осевое сечение сечение так а диагональ отцы равна c равна 48 сантиметрам еще сказано что угол между этой диагональю и образующий цилиндра но так как осевое сечение состоит из двух диаметров его противоположные стороны два диаметра а две другие это образующие цилиндра значит а d и bc это образующие а тогда угол между диагональю и образующий это угол c а d и он равен 60 градусам а нам нужно найти в пункте а высоту цилиндра в пункте b радиус цилиндра и в пункте в площадь основания цилиндра пункт а высота цилиндра это образующая цилиндра то есть h равно а д для того чтобы найти а д мы воспользуемся тем что сечение осевое сечение это прямоугольник значит треугольник а д с треугольник прямоугольный а тогда вот в нем угол 60 градусов тогда катет а д будет равен а c умножить на косинус сад и это будет равно отцы это 48 косинус 60 градусов 1 2 и того получаем 24 сантиметра так это а д ну давайте сразу из этого прямоугольного треугольника найдем его второй катет катет лежащий напротив угла c а д тогда он равен а c умножить на синус сад синус 60 градусов это корень из трех на два значит 48 на корень из трех на два получаем 24 корня из трех сантиметра это мы нашли сразу dc тогда запишем давайте здесь ответ h равно 24 сантиметра это образующие пункт b теперь нужно найти радиус цилиндра ну поскольку dc это диаметр цилиндра то радиус цилиндра равен dc делить на 2 и равен 24 корня из трех делить на два получаем 12 корней из трех сантиметров сантиметров и пункт b теперь нужно вычислить площадь основания цилиндра в основании цилиндра лежит круг площадь круга равна пи р в квадрате тогда это будет равно пи умножить на 12 корней из трех в квадрате это будет равно пи умножить на 144 и умножить на 3 корень из трех в квадрате получаем 432 пи и это в квадратных сантиметрах задание выполнено и если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях комментариях